На портал Экзегет вы присылаете вопросы, мы пытаемся на них ответить. Пришёл вопрос, стесняясь исповедовать свою веру пред людьми. Жалко, что, конечно, мы не знаем возраста нашего адресата, который задаёт вопрос. Может быть, тогда попробовали более конкретно ответить. Но мы с вами помним из Евангелия от Марка, что Господь в своей прямой речи говорит следующее. «Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придёт в славе Отца Своего со святыми ангелами». Очень насыщенная цитата. О чём же здесь идёт речь? Во-первых, действительно, исповедовать Христа очень важно вроде всем прелюбодейным и грешным. То есть, Господь говорит напрямую о мире. Как же мы должны исповедовать Христа? Каждый, в общем-то, своим дарованием, как говорит апостол Павел. Не все из вас учителя, не все апостолы, не все пророки. Каждому был дан свой дар. И абсолютно у каждого человека есть дар, которым он может проповедовать Христа. Кто-то может проповедовать словом, кто-то может проповедовать своей жизнью, кто-то может проповедовать своим действием. Иногда даже, в общем-то, одноразово. Но вот эта проповедь, она замешана именно на принципах. Мы с вами прекрасно знаем, что человек, у которого есть принципы, и он живёт по этим принципам, этот человек очень стойкий, этот человек очень удобный, назовём так, в обществе, с ним легко общаться, потому что ты знаешь его принципы, у него всё, в общем-то, находится, ну, скажем так, в своей очереди, череде. И вот принципы – это то состояние, когда независимо от внешних обстоятельств человек соблюдает эти принципы. Независимо от внешних состояний, мы, в общем-то, несколько раз в день посещаем холодильник. Независимо от, в общем-то, каких-то внешних обстоятельств, очень суровых или не суровых, мы стараемся идти спать, мы дышим, мы, в общем-то, общаемся. Это необходимая социальная, выраженная человеческая потребность общения с другим человеком. И вот точно так же мы должны с вами проповедовать Христа. Кто словом, кто делом. Никто не заставляет человека и, в общем-то, даже не обязывает ходить с табличкой «я православный христианин». Но когда тебя спросят или когда ты увидишь какие-то поползновения в сторону твоего христианства, то, в общем-то, тихо, спокойно, аргументированно ты должен ответить. Апостол Павел так и говорит, что в любой момент будьте готовы дать ответ о своей вере. И это, в общем-то, наша с вами задача. Человек, который стал христианином, он стал христианином не для себя личным, не для какого-то своего внутреннего состояния. Бог никому не хочет смерти, но избирает себе тружеников на своей ниве. И христианство – это уже миссионерство. Это уже человек, которого коснулся Господь, который уверовал во Христа, он уже миссионер. И он, не побоюсь этого слова, обязан проповедовать Христа. Повторюсь, словом, делом, какими-то своими поступками. То, как каждый человек может, в общем-то, это выполнить. И наш страх перед людьми, что они будут смеяться над нами, это, в общем-то, чисто лукавая уловка. Потому что мы с вами, наоборот, видим, что если у человека есть принципы, неважно, какие мы сейчас говорим о каких-то других принципах, других принципах других людей, то этот человек, в общем-то, достойен уважения. Он может даже иногда прервать какое-то общение из-за принципа. Ну, допустим, принцип, что вот всегда я звоню своим родителям вот в такое-то время. И они ждут, прижилые родители сидят, ждут моего звонка. И независимо от того, где я нахожусь, на работе, наоборот, на отдыхе, с друзьями, я всегда в это время звоню родителям. Имеет ли этот принцип уважение? Будет ли он иметь уважение в обществе не только родителей? Будет. Кто-то может хихикнуть над этим, но в душе отметит, какой молодец, какой правильный поступок он сделал. И точно так же с верой. Вера во Христа – это не только, в общем-то, исповедование его Богом. Это ещё и жизнь по его заповедям. Это доброделание, это воспитывание себя, это работа над собой ради, в общем-то, Бога и других. И у человека, естественно, появляются принципы, которые достойны уважения. Не бойтесь своей веры. Если, конечно, эта вера не только на словах, но и, в общем-то, в вашем намерении жить со Христом и по Христу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.